Уголовное дело Александра Трухачева Уголовное дело Александра Трухачева Уголовное дело Александра Трухачева Руководит этой компанией Карташова Лариса Георгиевна А один из подписантов, один из так называемых экспертов Был ее сын Андрей Карташов Оказывается, что у Андрея Карташова Одного из подписантов этой экспертизы У него нет лицензии Он не может писать не только эти заключения Но и другие Помимо этого, вот и все эти экспертизы По лингвистическому заключению Все эти экспертизы, которые сделало следствие Носят признаки подделки Давайте послушаем, что говорит адвокат Нами получены несколько заключений специалистов Одно из этих заключений содержит выводы О том, что выполненные экспертизы В рамках уголовного дела По обвинению Александра Владимировича Трухачева Эти экспертизы содержат подписи Эксперта Карташова И согласно выводам Специалист-криминалиста, почерковеда Следует, что Карташов Лично не подписывал эти экспертизы И рукописные записи Выполненные от его имени В этих экспертизах Также ему не принадлежат Его подписи, его почерк И свободные образцы его почерка И пришли к категорическому выводу О том, что этот человек не подписывал И не писал рукописные записи От имени Карташова В этих документах То есть здесь третьего варианта Быть не может Здесь речь идет о фальсификации То есть тут и Миньюз говорит Такой экспертиз быть не может И эксперт ненастоящий И подделка оказывается По заключению эксперта Есть там один эксперт Подпись эксперта Это Кучевская Которая является действительно экспертом Но Оказывается она В рамках этого уголовного дела Экспертизы подобной не делала Вот ее официальный ответ Не делала И все же Мог ли следователь Который назначал эту экспертизу Которая сейчас уже кстати не работает Добросовестно ошибаться Ну просто знаете Не знал Ну вы знаете Все таки от должностного лица Который назначает проведение экспертизы Тем более по уголовному делу На него возлагает требование Провести проверку Компетенции лица Эксперта Экспертной организации В которой направляется Постановление для того Чтобы была выполнена В этих целях экспертиза Возникла проблема Связанная с тем Что вот Была назначена организация Которая Как таковая Не зарекомендовала себя В качестве Эксперта Я не верю В непрофессионализм Работников Главного управления МВД По Ставропольскому краю И я Смею предположить Что они хорошо понимали Что они делают И Это наводит тоже на мысли Что это очень кому-то нужно Адвокатами Трухачеву было написано Заявление На имя Мацку Алексея Николаевича Это начальник ОП номер один Управления МВД России По городу Ставрополь Что Вот эта экспертиза На основе Которой Строится Все обвинения Она Поддельная Вот талон Заявление приняли Но Как стало известно Отказ Отказ А это значит Что эта экспертиза Пойдет В суд Суд Будет скоро И эту экспертизу Как основное доказательство Вины Александра Трухачева Будут рассматривать В суде Моему подзащитному Что удалось собрать В рамках проверки Вот тех материалов С которыми Мы были ознакомлены Мы конечно верим Что суд Во всем разберется Мы еще хотим Обратить внимание На то Что это такое Союз Палаты Бизнеса Северного Кавказа Когда-то Это было Торгово-промышленной Палаты Пятигорска Вот Вы можете посмотреть Судя по спарку Это прям Приемница Руководитель Лариса Карташова Почему вдруг Бывшая Торгово-промышленная Палата Это такая Авторитетная Организация По всей России Она работает Офис Центральный Конечно в Москве Вдруг Становится Союзом Палатой Оказывается Судя из этой бумаги Потому что Прекратили членство Этой Палаты За Несоответствующую Деятельность Мы смеем Предположить Что это Из-за того Вот мы нашли Документ В открытом доступе Что Палата И ее руководитель Вот Судя из этого документа Они регистрировали На портале Бизнес-навигатор А это Государственный портал Для поддержки Малого и среднего бизнеса Бизнесменов Маленьких и средних Без их ведома Регистрировали Чтобы получить Потом вознаграждение И проверка Которая состоялась Там в этой палате Вот это выявило Тут написано Что преступление Не свершилось Вот по этой фактуре Дело не завели Потому что Ну вдруг Нашли Может быть Какой-то Общий язык Я только предполагаю С Карташовой Ларисой Как говорится Подсадили на крючок Или как еще Тогда объяснить Что это Союз Палаты Бизнеса Северного Кавказа Делает экспертизу От которой Отказались Все профильные Ведомства Которые Эту экспертизу По идее Ну если она Нормальная Должны были Делать Почему Или как Объяснить Допустим Тот факт Что Вот если Веришь опять Документам Которые в свободном доступе На Ларису Карташова Точнее На Союз Палату Подавали в суд О невыплате Зарплаты Когда еще Люди Работали В палате Торгово-промышленной Не выплатили Вот смотрите Только несколько сотен Тысяч Не выплачено Подавала прокуратура А вы знаете И все Дело выграно То есть нужно выплатить Судя по Открытым источникам Выплаты Все-таки Не произошло И если Такое действительно Есть То это Уголовное дело Но Уголовного Дела В отношении Члена Единой России Карташовой Ларисы Почему-то До сих пор Нету Еще один момент Судя из документов Которые нам Стали доступны Ларисе Карташовой Дали Человек Дау 3 миллиона В долг Но по каким-то причинам Она возвращать Не захотела Ну Бывает Знаете Нету Не хочется 3 миллиона Немаленькие деньги И она Делает такой Финт ушами Она делает Фиктивную сделку С займой Якобы она у кого-то Берет 6 миллионов Потом их Не может отдать И в счет Этого долга Она отдает Там дивизия Недвижимое имущество Там машины Квартиры Чтобы отдать И все У нее ничего нету То есть Это фиктивно Она отдает своим Предполагаю Я Отдает своим Чтобы не возвращать Эти 3 миллиона Якобы у меня ничего нету Берите что хотите Ничего нету Но человек Который дал 3 миллиона Обращается В суд Вот мы видим Что суд Вынес решение Что все эти Сделки Отменить То есть 3 миллиона Ларисе Карташовой Пришлось Возвращать И что интересно Вот эти займы Она А ведь она Член единой России А это априори Люди честные Они должны Декларацию О доходах Сколько они Заработали Заработали За год Предоставлять Вот эти займы Они как-то Не прошли В декларации Что собственно И написано Вот в этой бумаге Представляете Вот у кого Заказывает Экспертизу Главное управление МВД По Ставропольскому краю Долго ли они Искали Или она уже Под рукой была Знали ли они Все вот эти Нюансы Которые вокруг Карташовой Ларисы Крутятся Я не знаю Это же только часть Это же только Открытая информация А что В закрытых Информациях Что в базах МВД есть Можно только Догадываться Но однако У МВД По Ставропольскому краю Обращается К этому Эксперту Это С позволения Так можно сказать Экспертное заведение Союз Палата Бизнеса Северного Кавказа И они Делают Стряпают Такое Заключение И на основе Этого Будет суд Человека будут судить Кому-то Очень И очень Нужно Чтобы Бывший Министр Туризма Ставропольского края Александр Трухачев Получил Судивость А еще лучше И посидел бы Он уже В заключении Сейчас Три года Будет Вот такая Вот история Вот такая Ситуация Мы продолжим Следить за тем Что происходит Конечно же Чем все Это Продолжится Во что Это все Выльется С такими Документами С такой Экспертизой Если можно Так и назвать Экспертизой Так что Следите за нашими Выпусками До свидания Субтитры